В повестке очередной сессии более 20 вопросов. Одна из ключевых. Тема здравоохранения. Объединение наиболее крупных медучреждений и работы с жалобами. Вопросы развития здравоохранения, как вы все знаете, подробно обсуждались на заседании госсовета в Светлогорске, это Калининградская область, который проводил лично Владимир Владимирович Путин. Поднимали все болезненные вопросы, связанные с государственной медициной. Это было сложное заседание, но очень откровенное. И сейчас правительство России разрабатывает меры, чтобы ситуацию здравоохранения переломить. Это в частности касается и кадровой политики, зарплат, внедрения информационных технологий, а также оптимизации процедуры закупок. В следующие пять лет необходимо привести в порядок местные ФАПы, центральные районные больницы и поликлиники. В муниципалитете пятилетка уже заработала. В скором времени предстоит слияние районной больницы номер 2 в Перхушково, Одинцовская ЦРБ, районной больницы номер 3 в Кубинке и Звенигородской ЦГБ в единую Одинцовскую областную больницу. Депутаты обеспокоены проблемами маршрутизации пациентов, наличия узких специалистов и приобретения необходимого оборудования. Все эти проблемы необходимо ввести в дорожную карту, отметил глава муниципалитета Андрей Иванов, и незамедлительно начать исполнение. Кроме того, в течение ближайших месяцев будет закончен ремонт поликлиники и достроен новый корпус Одинцовской ЦРБ. Еще один важный вопрос повестки, касающийся медицины, а точнее медработников. Именно работа с жалобами, хотя если возвращаться к статистике, количество обращений по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Задача наша выявить те болевые точки, которые есть в учреждении, задача наша выявить те проблемные участки, где спотыкаемся для того, чтобы выстроить заново структуру, для того, чтобы выстроить заново потоки пациентов, чтобы не было таких нестыков. При вашем активном докладе у нас ощущение, что вы немножко живете в своем мире по здравоохранению, по обработке жалоб. Это пока не критика, но это констатация факта. У вас по-своему настроена работа, и мы видим, что, допустим, вчера было 22 жалобы, и никто ими не занимался в системе здравоохранения, был выходной день. Значит, отключилась ваша горячая линия, отключился ваш контроль за жалобами, отключился у вас ЦУР, который должен стоять на телефоне, добродел, который там же должен стоять с аналитикой. Ну и я уж точно понимаю, что раз эти все системы контроля отключились, то вы не сжигаете нигде красные лампочки к главному врачу. Руководство Одинцовской ЦРБ проинформировало Совет депутатов о том, что для оптимизации работы с обращениями граждан в медучреждениях планируется проведение анонимного анкетирования пациентов. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.